мы решили выбраться на ужин я сошли говорю ты же хотел тупо тупо могут нет пошли народ на ужин пошли есть пасту может быть лень в общем так выглядит маклеут ганж 7 вечера вот тайм без 10 7 яички маленькие продают наверное от своих курочек ой ссори 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 в гору на него наступила нечаянно народ закупается вполне себе активно всяким разным пивом что ж мы идем то пэви гоинг на из капе говорит первый раз там будем кушать ней а теперь правильно прыгал-прыгал теперь в ногу шагаем долго ли мы так будем шагать давай забыла воду взять вот сюда он хочет собачками нельзя и съедуйся своих мы здесь как-то ели не так чтобы плотно а вон он что отыскал интересный вид здесь тамары тоже хотели снять жилье на здесь она дорогой что-то сильно было дорогое хочется сесть чтобы видеть долину он ведь нету место вот здесь вот ничего хорошо так на фоне снежных вершин нет у меня занятое кафе он говорит я тебе скажу что у них есть лазанья хорошо равиоли равиоли ага отча на пасту ж меня пригласил нам принесли карандаш ага так большая большой выбор паст но я не знаю где-то в среднем 200 185 не знаю с белым соусом или с помидорами взять если мы берем две пасты он берет первый а я беру сто двадцать второй он берет сто шестнадцатый а я беру сто двадцать второй девчонки конечно так это не фильмы празднование какое-то а у нас вот первый раз спросили какого вида вы хотите пасту или как спагетти или пастой найс да я с машином заказала я буду пробовать тест камера Да, Линк? Я не знаю. А я отдам с машрум. Машрум. Машрум? Да. Ты тоже машрум? Да, тоже машрум. У них тоже может быть машрум. У них и картошечка, и мамошечки, и пицца, и паста. В принципе, это правильно, что она немножко недоваренная. Хотя я люблю сваренные хорошо. Тебе тоже хлебушек принесли, да? Хорошо, очень вкусно. Очень вкусно? Ты еще не пробовала. Откуда ты можешь знать? You didn't test. Хлебушек хороший. А это что? Венигар. Это венигар, это соевый соус, наверное. Девчонки ушли. Я смотрю, тут много монахи в хороших таких кафешечках кушают. Очень любят пиццу. Пепси тоже, кстати, любят. И так вот, европейскую еду. Часто их встречаю. Вон там тоже наверху сидят в кафе. Ну, не все же пастится. Все правильно. Ой, перенесли из двух тысяч. Тысяча шестьсот с дачи. Пятьсот, пятьсот, пятьсот и стольник. Саши говорит, ну как же. Я же тебе, говорит, должен дать чаевых. Поменяй иди стольник. Все, теперь можно идти. Отча? Пойдем дом? Спасибо. Гала? Bye. Мы вчера три с половиной часа стояли вместе в очереди с Галой. Мы с ней вчера три с половиной часа в очереди выстояли. А пока я комментировала, она говорит, ну, правда, по-английски говорит, а вы, говорит, не русская случайно. Я, говорит, русскую речь немножко понимаю. Я, говорит, не говорю, ей 40 лет. Я говорю, my generation, мое поколение говорит по-русски даже из Эстонии, из Латвии, из Литвы. А вот уже на 12 лет моложе, она говорит, мы уже не очень разговариваем. Вот. Кому в школе преподавали, те понимают. Я ей говорю, как твоя мама-то воспринимает, что по Азии путешествуешь? Она в Непале была. Я ему сейчас рассказываю. Ну, мама говорит, ну, не очень, не очень, говорит. Но я не сильно и откровенничаю, говорит. Вот. Да, Айбринг. А я сейчас Саше рассказываю. Это девушка-массажистка. Ее зовут Бэби. Она мне... Держи. Она мне делала массаж. Очень сильный, очень сильный. Саше попросил себе не сильный. А я говорю, да ладно, чего уж. И она, когда стала массаж живота делать, вот она мне так аккуратненько спрашивает, а у тебя там нету Бэби? Я говорю, да, Антон. Нету у меня никаких Бэби. Ой, очень вкусно было. Лень только, конечно, выходить. Вот этот, у которого по 60, от Рупи. Тоже вкусно. Ой. Так, шампунь Саши купил. Шампуня у нас не было. Сегодня массаж же был. Она так маслом обильно облила. И волосы тоже. А шампунь как раз закончился. Ой, ну так вообще невозможно. Как же они разъедутся? Ой, и ведь разъехались же. Боже. Инджаба. Машина, такси. А я думала, монахи все сидят в своих кельях, за ними следят. Ну, как курсанты, чтобы без увольнительной нельзя было уходить. А такое впечатление, что они тут все свободны. Так, ну все. Наверное, все. Наверное, спокойной ночи. У него всегда есть спешл покет фо-чай. Особенный кармашек для чая. А Лейто, да, потом услышал. Потом. Вот чай потом, говорит. Услышал, что я говорю. Что же я буду делать, когда он будет понимать по-русски? Не знаю. Ага. А, может быть, такого возьмет. Да и мне еще и лучше. Он любит, чтобы чай был хорошо кипяченый. Мне гораздо лучше, чтобы я не готовила сама чай. Не? Нет? Передумал? Не? Вай. А, он варит свои кастрюльки макарончики. Нудл. Лапшу. Хорошо, я сделаю. Пошли. А че? А че? Мы ж... Тот удлинитель-то, что мы купили, на следующий день тоже сгорел, второй уже сгорел. Саша говорит, я не повезу уже к нему. Выкинул в помойку и все. Теперь опять мы с этим несчастным чайничком стоим возле розетки у чайника. Провод короткий. Ужасно неудобно. Не подумала я об этом. Ага.